Всем привет! Меня зовут Константин и я рассказываю про русский язык в онлайн-центре подготовки к ЕГЭ Репетиторской империи. Я окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, являюсь экспертом ЕГЭ и уже шестой год успешно готовлю выпускников к сдаче экзаменов по русскому языку. В декабре всех выпускников ждет итоговое сочинение. И сегодня мы поговорим о тематических направлениях, в рамках которых будут предложены темы на самом экзамене. Не забывайте, что это лишь направления, а конкретные темы будут известны лишь в день экзамена. Первое направление «Забвению не подлежит». В рамках этого направления вас могут ждать темы, связанные с историческим наследием, важными историческими событиями, искусством, культурой, в общем, тем, о чем забывать не стоит. Чтобы грамотно и хорошо написать сочинение в рамках этого тематического направления, стоит подумать, в каких же произведениях литературы описаны так или иначе, с той или иной стороны, важные исторические моменты, события, возможно, какие-то личности или произведения искусства. Я могу порекомендовать вам прочитать следующие книги. Во-первых, роман Эмиля Золя «Карьера Ругонов», описывающий революционные события середины XIX века во Франции. И роман Михаила Булгакова «Белая гвардия», который перенесет нас в Российскую империю первой половины XX века. Второе направление «Я и другие». Взаимоотношения человека и общества, о возможных конфликтах, которые возникают между людьми, о способах решения этих конфликтов, а также о личностном росте и развитии человека, об осознании себя на фоне других людей. Я могу порекомендовать вам прочитать роман Катаева «Белеет парус одинокий», который расскажет о развитии личности, формировании отношения к тем или иным вопросам и осознании себя на фоне других. Третье направление «Время перемен». В рамках этого направления вас могут попросить порассуждать об изменениях в мире вокруг нас, о причинах и следствиях тех или иных событий, о переменах от поколения к поколению, о формировании мировоззрения и так далее. Я могу порекомендовать вам прочитать роман Пелевина «Generation P», в котором рассказывается о России 90-х годов, о коренных переменах в мире и о том, как человек приспосабливается и учится жить в новом мире. Четвертое направление «Разговор с собой». Темы этого направления будут связаны с самоанализом, поиском своего места в этом мире, анализом себя на фоне других и изучением собственного внутреннего мира. Что привести хорошие аргументы в рамках этого направления, стоит читать книги, связанные с внутренним миром того или иного героя, с переживаниями и личностным ростом. Я могу порекомендовать вам прочитать роман Олеши «Зависть», в котором главный герой развивается, ищет, сопоставляет себя с другими, при этом борется с таким чувством, как зависть. Пятое направление «Между прошлым и будущим. Портрет моего поколения». В данном направлении темы будут связаны с тем, как изменяются пристрастия, интересы и ценности от поколения к поколению. Вас, скорее всего, попросят проанализировать собственное поколение с точки зрения интересов и ценностей, посмотреть на то, в чем же заключается отличие между людьми 21 века и предшественниками. В качестве хорошего источника аргументов могу порекомендовать роман Селлинджера «Над пропастью во ржи». Главный герой ищет себя, сопоставляет себя с родителями и старшим поколением и пытается разобраться, чем же он отличается от других и в чем же его призвание. Ну а если ты хочешь подготовиться к итоговому сочинению на 5 из 5 и сделать это вместе со мной, у меня для тебя есть радостная новость. 4 ноября мы открываем запись на курс по итоговому сочинению, который поможет каждому не только получить зачет, но и набрать максимальный балл. Курс устроен таким образом, что дает 100% результат. Мы разберемся со всеми критериями оценивания, узнаем, как должно строиться сочинение, подберем литературные аргументы для каждого из направлений, а кроме того, каждого участника курса ждет специальный бонус. В этом году мы разберемся еще и с тем, какие требования потребляют вузы к итоговым сочинениям. Это поможет тебе набрать дополнительные баллы при поступлении. В этом году мы решили ограничить количество мест, поэтому немедленно выбор за тобой. Все подробности ты узнаешь по ссылке в описании, переходи и мы обязательно ответим на все твои вопросы. Уверен, что чтение хороших и интересных книг поможет вам привести правильные и точные аргументы на декабрьском сочинении и получить по нему высший балл. На этом на сегодня все. С вами был Константин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и помните, мы работаем на результат.